здравствуйте друзья у нас гость в студии гостя зовут вячеслав правильно да но представляйтесь гости а сейчас света немножко побольше там вы пока представляете привет друзья из филадельфии меня зовут вячеслав я блогер и мы с михаилом сегодня записываем совместное интервью кто-то вас кто-то из гостей наших вас упоминал да кто это был да что вы рассказываете про политическое убежище да есть такое есть только меня упоминал наталья с канала мои истории отлично давайте так значит вы как давно в соединенных штатах но моя история соединенных штатах началась полтора года назад и я чуть-чуть как бы но объясню немножко чтобы всем было понятно заранее скажем так предвидение которые вопросы я на них заранее отвечу давай полтора года назад я прилетел в соединенные штаты старт мой в этой стране был не очень простой вследствие чего появилась мысль о том что можно создать свой контент который вследствие поможет людям сложившейся ситуации для них не простота вашего старта она какая-то такая неразглашаемая или вы можете поделиться участвовать нет абсолютно абсолютно в чем была неправильно на просто то давайте но изначально неправильно в складывать все мир джондаю давайте изначально не просто по стартов какой-либо стране складывается из чего как бы либо от отсутствия информации до либо от отсутствия какой-то опорной руки как бы информации было много Вот именно того опорной руки, того плеча не было. То есть не было никаких знакомых в Соединенных Штатах, к которым можно было бы обратиться за какими-то мелкими моментами, скажем так. Мы же начинаем все с банальных вещей. Когда мы выходим из самолета, мы должны ехать в какое-то жилье, мы должны понимать, где нам купить телефон, либо симпатичную карту для телефона. То есть это те мелочи, из которых потом складывается все основное. Вот об этом я и говорю, когда говорю о непростом старте. Ну то есть я бы сказал, что он не был исключительно непростым, а он был так, как у всех непростым. Все как бы через это примерно проходят, у кого нет, допустим, кого-то, кто за руку водит. Я вам больше скажу, когда вы сами это все проходите, вот с моей точки зрения, вы гораздо надежнее и крепче стоите двумя ногами на почве, чем когда вас бабушка водит и говорит, сюда зайди, сюда положи денежку, сюда заплати, если тут скажет спасибо и пошли. И вы как-то вот в таком бессознательном состоянии все это проходите. Итак, куда приехали-то, где вы были географически? Значит, стартовал я из Нью-Йорка. Потому что Нью-Йорк, как всем известно, это первый город в мире, куда едут все эмигранты. И проще всего, наверное, начать свою жизнь. Ну, большая-большая такая мешанина, да. Хорошо, Нью-Йорк. Потом вы недолго там были или что? Значит, в Нью-Йорке я прожил год и, наверное, три месяца. И совершенно недавно я очутился в Филадельфии. Ну, там рядом. Сколько там, пару часов? Ехать пару часов, да, буквально два часа, наверное, если без пробок. И теперь я живу здесь. Ну, и как там? А чем лучше в Филадельфии? Не такой большой сумбур вокруг или что-то? Знаете, больше чувствуется вот то самое американское, ради чего, собственно, и ехал. То есть, ехал ради настоящей Америки. И есть четкое понимание в голове, что хочется видеть. И вот когда почувствовал то, что хочу видеть на практике, то сразу понял, что это мое. В Америку попал. Да. Хорошо, хорошо. В Нью-Йорке мало от настоящего американского. Ну, там, как Москва говорит. Москва говорит не Россия. Я не знаю, я вот всю жизнь там прожил. Ну, как, в смысле, свою такую тамошнюю жизнь там прожил. И как-то мне не казалось, что это не Россия. И мне так же. Я очень люблю Москву. И у меня матушка из Москвы. И я, в общем-то, сам там длинную долю времени. А вы откуда вообще так, в принципе? Так сложно сказать откуда, потому что родился я на Северном Кавказе. В очень малом возрасте мы переехали в Великий Новгород. Это северо-запад Российской Федерации. Это недалеко от Питера. Между Питером и Москвой. Но, как бы, вырос я там фактически. То есть, просто Новгород, почему Великий? Просто раньше был Великий. Наоборот. Он раньше был Новгород, а сейчас он именно Великий. Переименовали, что ли? Да. И добавили просто вот этого значения Великий, потому что очень сильно опираются на историю. Все-таки оттуда Рюриковичи пошли. Ага. То есть, я вот вспоминаю, времена Садко. Вот. Тогда вот он был Великий Новгород. Понятно. Да, Садко у нас очень значимый герой. Правда. Из Рюриков тоже или так он попроще был? Ну, скажем так, Рюрики одну позицию занимает Садко, другие. Александр Невский третий и так далее. Город весь стоит на церквях на мощной истории. Ну, дай бог. Так, значит, Новгород, Москва, понятно, да. Хорошо. Значит, по образованию вы кто? По образованию я экономист. Экономика управления на предприятии. Так. Ну, работали по специальности? Нет, по специальности я не работал. Так получилось, что меня с юных лет затянула строительная сфера. И я, в общем-то, все такое сознательное с юношеских лет до каких-то уже вот таких лет, которые сегодняшний день имею, я провел в строительстве. Ну, хорошо, давайте так, значит, вы в строительстве, приехали в Америку, сколько вам лет сейчас? Полных 25. Ой, да вы молодой еще совсем. То есть, приехали, вам было неполных там 23 с половиной. И, значит, хорошо, слушайте, все. Так, хорошо начинать в таком возрасте. А по-английски говорили? Yes, a little bit. Ну, а с тех пор лучше стало? Of course. То есть, вы не работали на русской стройке? Я работал с поляками. Я уже говорю по-польски за год. Я научился говорить по-польски. Еще польское не сгинало. Да, ну, хорошо. Ладно, значит, по-польски. Как они к вам относятся, хорошо? Да, мы все братья-славяне, в принципе, неплохо все сподобалось. Ну, хорошо. Значит, я вот тут пока в школе своей, тут, знаете, народ разный бывает. И я обнаружил, что у нас все эти бывшие соц. страны, как-то вот есть какое-то родство душевное. И румыны, и венгры, и болгары, и поляки, и там, кто у нас еще бывает. Вот что, монголы. Все равно есть что-то такое, что вот как бы мы понимаем, а вот этим не объяснишь. Это и есть. Безусловно так. На одном языке, да. Ну, хорошо. Значит, приехали вы, работали тоже на стройке. Да, я пошел туда, что мне было ближе всего, то есть по нутру. То есть, как бы я, находясь в Российской Федерации, я ни разу не дошел до того, чтобы работать именно руками на стройке. Все это была офисная работа, которая привела потом к своему маленькому бизнесу, даже, строительному. Но, тем не менее, все осталось близко, и здесь я понял прекрасно, что на первых парах мне занять подобное место, которое я занимал в России, невозможно. Нет, ну, на первых парах, конечно, что же, зачем? Потихоньку. Потихоньку. Ни в коем случае себя не обманывал. И, ну, все равно, тем не менее, пошел туда, где я хотя бы что-то понимаю, где разбирать. Нет, так, слава богу, тут есть чего строить-то, тут работы много в строительстве. А вот такой вопрос, значит, с этим политическим убежищем. Вот, политическое убежище в целом представляет собой такую, как бы, серую такую область. Да, не черную, не белую, а вот серую. Много недосказанного, много откровенных мошенников, которые, ну, пользуясь тем, что недосказанное и непонятное, и вообще, вот, есть люди, ну, как бы, совсем слоны свалившиеся. Вот, и там, говорит, хочу там в Америку, сколько это будет стоить? Он говорит, главное, кому отдать, да, и мы сейчас вас тут и приходим. То есть, полно вот этого всего. Нет прозрачности, нет ясности. Пишут, я прочитал где-то в начале года, в апреле, что ли? Нет. Ну, в общем, в начале этого года. В начале этого года делали исследование, такое, комиссия Конгресса США делала, значит, исследование по политическому убежищу. Там, конечно, выходцев из бывшего СССР очень мало, там в основном народ из Латинской Америки, конечно, и вот эти ребята. Но они пришли к заключению. Они не пытались кого-то выселить или там что-то такое, они просто пытались проанализировать. И они сказали, что только 30% кейсов не вызывали подозрения, что это мошенничество. А 70% либо было очевидно, что мошенничество, либо с подозрением на мошенничество. Поэтому получается такая, знаете, замкнутая группа получается. То есть, вот какие-то люди помогают там другим людям оформить мошеннический кейс. Ни тот, ни другой не пойдет никогда жаловаться или рассказывать, что один не скажет, я ему помогал обмануть, а другой не скажет, я кому-то заплатил, чтобы обмануть, чтобы он мне помог обмануть. Получается, что каждая сторона довольно плохо выглядит в этой ситуации. Поэтому, вроде как все, концы в воду и ничего такого. Хотя мы знаем, иногда бывают случаи, когда кого-то там потянут по цепочке, и там вся клиентура его, там какого-нибудь юриста, там уже даже включая тех, кто граждане, их под депортацию идет, как бы мы такие случаи тоже периодически публикуются. Вот в этих условиях вы, как вот Наташа говорила, вы так откровенно рассказываете про политическое убежище. Вы чего откровенно рассказываете, вот расскажите. Ну не в смысле содержания, а в смысле, ну о чем? Я откровенно рассказываю о этапах. То есть у политического убежища, как и у любого способа легализации, есть свои этапы, через которые человек проходит. И когда у человека есть хотя бы минимальное понимание этих этапов, он более правильно по ним идет, скажем так. То есть его гораздо сложнее будет завести в заблуждение. Как раз со стороны тех людей, которые заводят заблуждения, о которых вы выше упомянули. Соответственно, этапы здесь очень простые. То есть если говорить просто про убежище, то самый первый этап, это когда вы подаете свой кейс, в котором вы излагаете свою историю, в которой вы просите убежище, и происходит интервью. Вот это вот первый этап, самый основной. Второй этап наступает, если вы на этом интервью не сумели доказать, что вам нужна защита, что вам нужно убежище, это суд. Это второй этап. А можно вот спросить, если вы в курсе, я знаю, что есть такая статистика, я просто сам не наблюдал никогда. Вот какой процент людей с интервью получают политическое убежище? Вы знаете, до того, как я оказался в Соединенных Штатах, я очень плотно изучал этот вопрос, и статистика была ровно следующая, что на интервью получают очень мало людей. То есть порядка 30% из 100, если брать, получают на интервью. Ну, тоже не так плохо-то. Это не так плохо, на самом деле, да, это не так плохо. Учитывая, что это из Латинской Америки люди. Совершенно верно. Ну, конечно. То есть основная статистика, которую я в первую очередь брал на себя, чтобы понять, как это все происходит, то есть первые, вы абсолютно правы, вы очень разбираетесь в этом, потому что первые люди по статистике из первой десятки, кто просит убежище, это как раз люди выходцы из Латинской Америки. То есть если брать наших с вами людей с России, с Украины, с Беларуси, то они где-то там далеко за двадцатками. То есть в таком порядке. Ну, хорошо, 30%. Потом дело идет в суд. Значит, какой процент людей в суде получают? Есть такая статистика? Такая статистика есть, но опять же, я немножко ремарочку дам, то есть если мы говорим про какую-то статистику, то она, как правило, неофициальная. То есть это различные интернет-источники, но я склонен верить в такую статистику, потому что я уже очень много людей вижу, и благодаря своему каналу со многими общаюсь, вижу, как у них происходит этапы легализации. И в подобную статистику я верю, что на суде как раз процентов 70 вот эти остальные получают убежище. То есть и тех, кто попадает на депортацию или на бездровалов, ремовалов, их как бы очень мало? Знаете, я, откровенно говоря, даже ни одного случая не слышал тех, кто бы ушел в депортацию. А я знаю. Я не знаю. Не много, но знаю. Да, и к счастью. Но у меня как бы своя мысль по этому поводу. Я считаю, что все, как и в любых процессах, все нужно делать последовательно и правильно. То есть здесь как одно из другого вытекает. То есть если изначально в кейсе, который вы подаете, была допущена какая-то ошибка, или он был некорректно составлен, то это потом может аукнуться и через 10 лет это может быть депортация. Я понимаю, вот давайте я скажу, что я думаю, а вы скажите, как вот вам эта идея. Значит, есть много разговоров, типа того, что человек без адвоката, сам подал, все прошло, у него молодец. И я знаю таких какое-то количество. Просто у меня такое чувство, что вот если взять 100 человек, которые реально хотели бы это сделать, приехали, подали и так далее, из 100 человек, ну хорошо, если 5 в принципе в состоянии сами разобраться, освоиться там. Ну, правда, ну сколько народу в состоянии? И те, кого я знаю, в основном это люди с юридическим образованием. Совершенно верно. Теперь, значит, получается дальше такая вещь. Значит, вот есть такой тезис, я постоянно его слышу на форумах, там пишут люди, что не нужно платить адвокатам, а нужно кейс вот подать, вот как вы сказали, да, на первом этапе. А если откажут, уже 30-то процентов, что дадут, а вот если откажут, вот тогда уже возьмешь адвокаты и тогда я думаю, боже, что же ты говоришь, уже же исправить ничего нельзя. Если ты полуграмотно написал какой-то бред, уже адвокат тебе не поможет, ты же не можешь менять свою историю. Правда же? Совершенно верно. Совершенно верно, Михаил. Здесь все очень сильно как раз зависит от того, как бы, здесь все идет от человеческого фактора, да, то есть вы абсолютно правильно говорите, что люди с юридическим образованием, они способны это сделать. И то, я бы сказал, что они способны это сделать, если говорить по пятибалльной шкале на троечку, скажем так, да. То есть, если говорить про конкретные жизненные примеры и примеры на просторах Ютуба того же, да, которых уже полно, то существуют люди, у которых юридическое образование советское, скажем так, да, которые приезжали сюда и подавали самостоятельно, но опять же, мы должны учитывать, что это юридическое образование и мощный бэкграунд до, это, значит, хороший английский, как минимум, да, и это изучение этого материала, то есть, не один год потрачено на это, чтобы все это приняло правильный оборот. Да. То есть, если все это есть, конечно, можно рискнуть, но далеко не все, как бы, владеют этим. Но, понимаете, вот ничего же практически не написано, вот, я ничего не знаю, например, кроме книги господина Челищева, да, если вот вам попадалось, я не знаю, я не видел, что была какая-то книга, чтобы что-то такое, кто-то написал, более-менее связано. Вот адвокаты могли бы, но не пишут. Значит, это их хлеб? Ну, все равно же, это же, что же там, ну, не знаю, ну, в общем, что тут сказать? Я могу сказать одно, я могу сказать одно, что вот в моей ситуации, когда я готовился, когда я понимал, что для меня это, в общем-то, верный путь и нужно ему следовать, то процентов 80 информации, если не больше, я нашел сам, нашел на просторах интернета, то есть, мне не было того человека, который бы мне все рассказывал и помогал, и без ложной доли скромности, когда я приехал уже сюда и когда начал запускать свой процесс, то мне и адвокат особо нового ничего не сказал, то есть, какие-то нюансы просто скорректировал, и все. То есть, когда человек хочет, он все найдет, он все сможет, скажем так. Но у вас был адвокат? Да, конечно, я иду через адвоката, я принципиально это делаю, я могу объяснить, почему, потому что ко мне также обращаются очень много людей, именно моих подписчиков, которые говорят, а вот нужно ли это делать, все-таки адвокат стоит каких-то денег, как правило, я не хочу бить себя в грудь, но я не считаю, что адвокат стоит больших денег, по меркам Соединенных Штатов, адвокаты берут, я бы не сказал, что много, если это адвокатный адвокат, то он берет немного, то есть, он берет ровно то, что стоит по рынку, и, соответственно, я почему говорю, что нужен адвокат, потому что это тот человек, который вас возьмет под руки, начало вашего кейса, и доведет его до конца, если это грамотный профессионал, то есть, он с вами пойдет и на интервью, если вы с ним об этом договоритесь, и он с вами пойдет в суд, и что очень важно, что на интервью говорит сам аппликант, защищает свой кейс, а в суде говорит уже адвокат. Это важно, да. Это очень важно, а многие этого не знают. Вы знаете, что, я занимался страхованием сколько-то лет, и там очень смешные случаи такие возникают, скажем, страхование автомобиля, я такого не видел, а вот страхование жизни, например, человек говорит, вот страхование жизни, хорошо, значит, вот я покупаю страховку там, не знаю, на 20 лет, термлайфиншернс, да, такой временный, и он говорит, ну вот я плачу, допустим, не знаю, 600 долларов в год, молодой парень, 600 долларов в год он платит, он говорит, за 20 лет я заплачу 12 тысяч долларов, и, ну, если что-то самое случилось, понятно, там, семья получит миллион, это я понимаю, но, что же это такое, говорит, ну, если я жив, и скорее всего я жив, скажешь, мне сегодня 25, там будет 45, 45, а скорее всего жив, и деньги пропали, понимаешь, то есть, если страхового случая не случилось, то получается деньги пропали, и вот эта логика, фактически, когда вы берете адвоката, вы страховку покупаете, вот я бы такую параллель провел, ты можешь жить без страховки, есть люди, у которых нет денег на страховку, страховку на адвоката не требует государство, на автомобиль требует, вот нельзя выехать на дорогу без страховки, адвокат, пожалуйста, идти, слушайте, а вот скажите такую вещь, вот сейчас какая-то жуткая задержка с попаданием на интервью к этому офисеру, хотя иногда я вижу людей, которые вот только подали и уже прошли, вот с девочкой недавно общался, что-то в феврале подала уже все, у нее там бумаги на руках, но какая-то задержка большая, вы считаете, что правильно было бы сразу подавать или правильно ждать вот эти вот там 5 месяцев, чтобы уже оказаться вне статуса и так далее? Я абсолютно четко знаю и уверен в том, что подавать нужно между 5 и 6 месяцем. То есть не раньше, то есть не ждать, что долго займет? Ну, потому что это риск, то есть если подать сразу, можно подать, но если вас вызовут, то пока вы находитесь в легальном статусе, скажем, предположим, в туристическом, то вам тут же выносят решение по вашему делу и оно не имеет возможности перейти в суд. А это риск. Теперь, вот человек приехал. Смотрите, вот два момента возникают, которые ну как бы стремные, что ли. Вот первый момент стремный состоит в том, что человек идет в консульство, в посольство Соединенных Штатов, говорит, я хочу там посмотреть Ниагару. Потом приезжает и через какое-то время подает на политическое убежище. Причем он старается, может быть, там не сразу подать, чтобы не заподозрили, там и так далее. Или там любая смена статуса, она как бы подозрительна, если произошла там в течение очень короткого времени, как бы он обманул. Вот получается, что он как бы обманул, а в то же время, значит, вот как с ним быть с этим делом? То есть вот не накажут ли, как на это смотрит суд, как вообще вот страна относится к тому, что человек совершенно явно обманул. Второй момент, он второй раз нарушил, потому что пока он получил разрешение на работу, то это, считай, целый год проходит, да, пока он там. Значит, то он же год работал где-то, значит, он работал нелегально. Мы понимаем, что в этом нет какого-то криминала уже такого, да, это какой-то, наверное, мисс Демидер, что-то такое, легкое какое-то нарушение. Тем более, если он еще и налоги платит, то вообще ничего такого. Но все-таки, вот это же не, ну как бы нехорошо, это как бы нелегально. Людей депортируют за это? Вот взяли туриста, который подрабатывал, и на депортацию. Да. Я в курсе об этом во всем. Я по поводу первого момента могу сказать следующее. Значит, когда человек идет в суд, если говорим про то, пардон, суд заговорился, когда человек идет в посольство и просит туристическую визу, то, конечно, он должен показаться как турист. И ничего плохого нет в том, что человек идет как турист. Он говорит, я хочу посмотреть Ниагару. И на тот момент, когда он просит туристическую визу, все действительно может быть так, что он хочет посмотреть Ниагару. Он же не говорит о том, что параллельно то, что он хочет посмотреть Ниагару, что его около подъезда живут, собственно, правоохранительные органы, которые имеют к нему ряд вопросов, и, собственно, эти вопросы ему напрямую угрожают. То есть это вещи, которые могут идти параллельно, которые друг с другом могут быть не совсем связаны, собственно, как это было и у меня. То есть мое прошение на туристическую визу, оно никак не связано было с тем, какие ко мне имеют вопросы люди, скажем так, представляющие власть Российской Федерации. Соответственно, это можно рассматривать не с точки зрения обмана, то есть я никого не обманывал, но на территории Соединенных Штатов мои планы просто очень резко поменялись в такую сторону, что мне возвращаться домой было невыгодно. Ну да, но тогда вы должны, если так рассуждать, вы должны показать те изменения, которые произошли с момента отъезда, которых не было до момента отъезда. Я даже не знаю там. Ну, хорошо. С нелегальной работой как? С нелегальной работой все просто. Тут нужно просто понять принцип. Америка же она очень разная, мы же с вами это понимаем, от штата к штату, да? И если я просто боюсь как-то говорить за другие штаты, кроме Нью-Йорка, да, потому что опыт есть по Нью-Йорку большой. В Нью-Йорке на нелегалов, на нелегальную работу смотрят, ну, боюсь этого слова, но скажу, хорошо. Потому что Нью-Йорк, я на своем канале об этом говорил, у меня такая плавная фраза, которая проскальзывает всегда. Нью-Йорк это большой мегаполис, который нуждается в людях, нуждается в рабочей силе. Потому что этот город нужно обслуживать тем или иным способом, в разных сферах. Так и у нас тоже тут, конечно, работы много. И в сельском хозяйстве, и на стройке, и вот газончики подстригать, конечно. А если бы этого не было, так они бы не пришли сюда из Мексики-то, 11 миллионов человек? Конечно. Просто я четко уверен, что когда властям Соединенных Штатов эта ситуация надоест, или они не будут видеть в ней какой-то смысл или потребность, они просто это все закроют. Им хватит на это силы. Законы все приняты давно. Они их просто не выполняют. Да, совершенно верно. Об этом я говорю. Это реформа, реформа. Что тебе реформа? Все законы есть. Реформа. Ну, хорошо. Значит, а вы говорили, что-то хотели у меня тоже спросить. Да, я хотел у вас спросить про вашу школу, хотя я понимаю, что уже большинство вопросов задано, да, но тем не менее, я хотел немножко уйти вперед от тех вопросов и спросить у вас вот какую вещь. Уже длительное количество лет вы принимаете к себе студентов. И за последнее время, когда существует ваш канал на YouTube, когда я уже нахожусь в Соединенных Штатах и до этого, я слышу постоянно, что люди хотят к вам ехать. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я познакомился уже с теми людьми, кто у вас побывал, скажем так. Учился или побывал? Да, учились, учились. Именно уже отучились даже у вас. И у большинства очень даже хороший отзыв. Но мой вопрос вот в чем. Не происходит ли перенасыщение рынка на сегодняшний день, вот на 2015 год? Понимаете, как вам сказать, рынок ведь саморегулирующаяся штука. Например, если люди перестанут находить работу, они перестанут новые приходить. Это же все очень связано. У нас люди по рефералам. Редчайший случай, когда кто-то вот так с Луны свалился, все по рефералам идет. Это не потому, что вы мой канал посмотрели, знаете, в Санта-Барбару пойду там всех знаю, вот там Миша там. Да нет, вы кого-то знаете лично там, вот они тут вот. Это первое. Второе, при том, что вопрос понятный, я это все слышу, вот начиная с первого дня, как наша школа возникла. Вот 1994 год, и мы начали это делать. И нам все время говорили, ну, нам, вот потенциальным студентам, мы говорили, это все будет автоматизировано, никому не нужны тестеры, это все роботы будут делать. Им говорили, что эта вся работа в Индию сейчас уйдет, и это все абсолютно не должно тут делаться. Чего только, я даже не знаю уже, я не слышал, что вы только не сказали. И при этом нет, при этом растет. Понимаете, что происходит? Когда-то вот мы начинали, был мир Windows приложений, да? И там мы как-то тестировали, там был какой-то цикл разработки, и так не спеша все происходило. Потом появился веб, и на вебе, понимаете, конкуренция на вебе между софтвором одной компании и другой, это не конкуренция на полке магазина. Понимаете, на полке магазина ты пришел, там стоит там три органайзера, и ты думаешь, какой органайзер мне взять. А когда на вебе происходит, ты идешь на веб, и там сколько хочешь, вот ты набрал вот в гугле, да? И вот все вышли. Соответственно, софтвор меняется каждый день. Вот я сегодня сделал upload на сервер, на production, да? И у меня новая версия, и там новая фишка, а у тебя нету. И вот мы имеем agile на нашу голову. И agile, это может быть цикл, там две недели, цикл разработки. Значит, сегодня мы, вторник, первый день, мы собрались, обсудили, какие фишки. Добавляем в следующие две недели, и понеслось. Через две недели, значит, оно ушло. А мы обсуждаем новые фишки. Поэтому, значит, что происходит? В условиях agile, у нас сокращаются сроки на разработку, и сроки на тестирование. Соответственно, нам надо больше народу, чтобы в меньшее время это сделать. Плюс, у нас теперь веб, у нас теперь еще мобилки добавились, смотри, сколько всего растет. Плюс, софтвор же сложнее, вот возьмите там какое-нибудь веб-приложение сегодня, и веб-приложение, там 2001 года. Это же разные цивилизации. Соответственно, чем сложнее штука становится, тем сложнее тестирование. Причем, если сложность там удвоилась, то объем тестирования, может быть, учетверился, или там упитерился. Понимаете? Поэтому пока что тенденция такая, что вот пропорция, соотношение между тестерами и программистами все время растет, растет, растет в пользу тестеров. И так, чтобы вот там перепроизводство, я даже не знаю. Мы можем говорить о некотором перепроизводстве, допустим, в Кремниевой долине, да? То, что вот мы тут выпускаем на один рынок местный, мы выпускаем там 500 человек. И стало ли сложнее? Я даже, ну, может быть, может быть, надо поточнее действовать сейчас, чем, допустим, какое-то время назад. Действительно, ну, незначительно. Не то, чтобы, не то, чтобы там, что-то такое, что можно было бы об этом серьезно говорить. И у нас не становится меньше интерншипов. Вот вроде народ прибывает, а интерншипы растут. Кроме того, мы сейчас не увеличиваем наборы. Мы вот последний год, наверное, мы встали на одной точке. И мы больше не берем. Вот чем определенный, вот 500 человек в год мы больше не хотим. Мы говорим, если больше, тогда в онлайне. В онлайн местных мы не пускаем. То есть, вот пусть они там, на тех рынках, вот там. Поэтому никакого перепроизводства в Чикаго, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, во Флориде, там, в Денвере, в Бостоне, в Сиэтле, в Лос-Анджелесе нет. Близко нет. Поэтому я не вижу такого уж прям перепроизводства. Если мы увидим перепроизводство, мы будем как-то сжиматься. Будем отбирать на входе больше, там, более сильных студентов. Ну, собственно, мы так все время все время это делаем. Я понял вас. А скажите мне, знаете, какую вещь, вот очень интересно именно от вас это послушать, как у человека с большим опытом в этой области. Вот, какими качествами или какими, может быть, навыками должен навладать человек, который хочет, вот, с сегодняшнего дня прыгнуть в тестеры. Или зайти в эти сферы вот с нуля, допустим. Что ему нужно? Ему же не может просто вот как бы чисто найти. Есть вещи, которые, ну, желательны, очень. А есть вещи, которые, ну, даже если нет, то все равно, как бы, при определенных условиях можно. Ну, то есть, есть понятие критической массы. Вот, критическая масса складывается из разных компонентов. Один, например, у него английский плохой, но технический. Другой, например, у него английский хороший, и он, может быть, даже и технический, но чем-то он таким занимался по жизни, и вот, человек неприятный, и, понимаете, вот, если люди там руки не подают, понимаете, вот он пришел вот такой, и хоть ты что делай, понимаешь? Поэтому он, у него какие-то вот такие проблемы есть. В основном, конечно, проблемы не в этом. В основном, народ очень адекватный приходит, но проблема в том, что человек не понимает, что, не то, что не понимает, он, может быть, умом понимает, но он на практике. Он должен выполнить некоторую работу. Он не понимает, что есть поезд, а есть такси. И вот, если ты пришел в поезд, вот ты там пришел, ты к нам учиться. У нас большой, мощный поезд. Ну как, рванет. Но прийти же надо. Ты же прийти туда должен. Понимаете? Он считает, что поезд за ним заедет домой, потом там заберет его там с кроватью вместе, потом он там где-то проснется, и уже новая жизнь. Понимаешь? И ангелы вокруг. Вот эта часть многих подкашивает. То есть, они приходят, а дальше они вдруг не делают то, что необходимо делать. И дело даже не только в том, что они недоученные, они, как бы, с ними невозможны. Ну, они не могут интервью пройти и так далее. Они, если уже не делают чего-то, они уже ничего не делают. То есть, вот так как он не учится, он также не ищет работу. То есть, он технически, он как бы даже ищет, он как бы что-то, где-то он там повесил резюме, этому или что-то. Но когда мы говорим искать работу, мы имеем в виду, что есть, ну вот, определенные действия, которые надо выполнять. он называет исканием работы, там, пять процентов от этих действий. Начиная от того, что он раздал по пяти знакомым свое резюме, и говорит, работы нету. Знаете, до шесть месяцев не страшно. Год и год не страшно. Вот мне там, допустим, во 25 лет, вы говорите, ничего, так что такое год, мне еще там 40 лет до пенсии. Правда? Ну, вперед, господи, а кто же тебя остановит? Но, но опять, это вы решаете. Если ваш коммитмент, вот этот вот, если у вас нет 100% коммитмента, вы обязательно наступите в тот один процент, который у вас не было, и все рассыпется. Но, это как бы мы говорим про реальный мир. Значит, в мире более идеальном человек должен быть очень хорошим пользователем. Есть люди, которые считают себя хорошим пользователем, потому что они, например, там новости все время в сети проверяют. Но, когда начинаешь спрашивать, а когда-нибудь тебе приходилось Windows переустановить, это один из десяти уже. Понимаешь? Поэтому он должен быть хорошим пользователем. Он, как сказать, интересоваться должен, понимаешь? Должна быть внутренняя активность, но быть proactive. Он должен хотеть. Вот ему дали задание вот столько, а он пошел, сделал вдвое. Вот это должно быть. Если этого нет, если ты сам не светишься, так ты, что же, что к тебе засветит-то? Кто тебя будет носить, переносить-то носилками? Ну, кто? Я понимаю, то есть, другими словами, то есть, человек должен быть, грубо говоря, с компьютером не на вы, а на ты. первое, и он должен, по-английски связанно, говорит, я слушаю ваши лекции, я там 80% понимаю. Милый, да ты хоть 100% понимай. Ты же рассказать о себе должен, ты должен на интервью прийти, мало же понимать. Миша с русским акцентом. А если он с индийским акцентом будет? А если с китайским? Понимаешь? Ну, ты должен общаться на языке. Они находят в себе, как бы, какую-то отмазку, почему они, потому что он слушает, он понимает 80%. А почему ты 100% не понимаешь? А что я такого сказал, чтобы там 100% не понимать? Понимаешь? Я вас полностью поддерживаю, потому что мало, во-первых, как бы, первое, о чем вы говорили про практику, про жизнь, мало прийти, нужно еще учиться и стараться. Нужно, другими словами, нужно впахивать, чтобы что-то понять. Ну да. Наверное так. Ну, ну да, ну я вижу так много, вы не представляете, как много я вижу вот такого, что вроде человек пришел и деньги уже заплатил и для себя, и что-то он как-то вот так раз и нет его. И еще за ним гоняешься, чтобы он вот там. Да, так, наверное, везде, во всех сферах. Ну, вот, понимаете, когда человеку, наверное, не так плохо, так он, может быть, и не так старается. Должно быть, должно быть вот тут, должно быть. Чтобы ты сказал, пошел и вперед, и все, и никого не слышал, и ничего не вперед. Должна быть мотивация, нет пути назад. Ну, можно сказать так, а кто-то начал тебе там ерунду говорить, вычеркнул из телефонной книжки и все, и забыл, что есть такой человек. А есть же любители, понимаете, их разрушает всякое дерьмо, которое снаружи идет. Ведь это всякий путь, который к какой-то цели серьезной, он непростой. Понимаешь, чем выше цель, чем глобальнее эта цель, тем сложнее путь. И на этом пути все есть. И в дерьмо наступил. Но, если, понимаете, когда он наступил в дерьмо, и все, он умер. Он уже жить больше не может. А если, каждый день там весь в дерьме приходит, помылся и пошел дальше. И что? Понимаешь, там что-то он услышал, кто-то ему сказал, он говорит, работы нет. А вот там есть знакомый, он там встретил какую-то женщину, она работает в магазине, вот она там у Миши училась, и она на зязя. Ну иди к этой женщине, встань рядом и там торгуй. Я приведу вам реальный пример. Мой товарищ отучился у вас этой зимой. Я точные сроки не помню, когда, но вот этой вот зимой. Я пристально слежу за его успехами. Я не могу сказать, что он добился максимума, но определенный уровень этого рынка, то есть определенный уровень этой воды он уже занял. И он там плавает. То есть плавает уже уверенно. Что это значит? Он работает? Нет, он еще не работает. Он прошел интершип, я знаю точно. У нас тут? Недавно я с ним мокался. Тут у нас прошел? Да, да. Он прошел интершип, вы ему с этим помогали, насколько он мне это объяснял. Но мы всех студентов размещаем, конечно. Да, вы помогали резюме составлять. В общем, одно слово, когда я ему сказал, скажи мне в двух словах твое мнение про Михаила Портнова, он выдохнул и сказал, это мастер. Эпана! Да. Ну, еще раз. Дело не в том, что человек скажет, потому что, конечно, приятно, когда скажет что-то хорошее. Есть две концепции. Вот получается, вместо того, чтобы пасинтеврировать, но обидеть художника может каждый. Потому что он такой чувствительный, он такой художник, ему сказали гадость. Он не состоявшийся художник. Он никакой пока. Поэтому каждый раз, ему когда говорят что-то, он переживает остро. Художник, который художник, который состоялся, который знает, что он художник, его обидеть нельзя. Есть люди, у них такой вкус, есть такой вкус, есть критики, есть просто люди, которые далеки от искусства. Если он далек от искусства, это не значит, что его мнение ничего не стоит. Вот он смотрит на какой-то шедевр и балдеет, а другой не смотрит. Это не важно. Ты делаешь это, потому что ты мастер. И ты как мастер делаешь то, что ты считаешь нужным, как мастер сделать. Но дальше человек может оценить или не оценить, может поцеловать, может укусить. Это вторично, это третично, это десятерично. В той мере, в какой человек говорит, мне нужна помощь. И ты ему помогаешь. Если он говорит, мне не нужна помощь, ты ему не помогаешь. Ты же не можешь ему навязывать эту помощь. Хотя было время, я пытался но я потом понял что так не получать все все это как бы так субъективно поскольку люди приезжают потому что кто-то им посоветовал соответственно у них общий взгляд то есть ему только там хорошо бежать дамит уже не видит одинаково но не всегда бывает он может другой четверть другое дело что я на самом деле не видел никогда вот ни одного раза за 20 лет я не видел чтобы кто-то вышел публично а ведь вместо много есть где можно выйти сегодня я не видел ни одного человека который бы вышел публично и сказал вот мое имя вот моя фамилия вот я учился в этой школе в такое-то время и у меня вот такие-то претензии никогда ни один человек не вышел и не сказал то есть пишет какую-то дрянь но это какие-то подставные липовые анонимные они все анонимные ни один человек и поставки то всплески там какие какие-то хейтеры какие-то люди что-то там сочиняют я не знаю но я не видел ни одного раза я не хочу сказать что не было причин быть недовольным есть люди которых наверно есть причины быть недовольными но никто из них никогда не вышел и не сказал потому что но это сложнее чем допустим вот мы чего-то не сделали это всегда более сложно и когда вокруг тебя люди они вокруг успешные ты можешь это выйти искать вот меня там это плохо со мной обошлись но остальные как же вот у нас 82 процента статистическое у нас по отчетности placement люди работа находят 82 процента но но не 100 но 82 же находят так с кем вложить с кем проблема может быть с двух сторон может быть несоответствие может быть этот человек должен был как-то иначе учиться может его было с репетитором заниматься соглашусь на всех мил не будешь нет но мы сожалению это невозможно даже если бы ты хотел и старался и так далее это невозможно давайте мы вот что все-таки к вам туда вернемся а то получится что я или у нас такой виде вы у себя тоже повесите да то есть как бы у нас такой двойной интервью да 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 хорошо хорошо если что-то разрешение 720 меня больше этот тул не выдает ради бог 1080 не получается ну хорошо значит я пытаюсь вас показать вот ребятам у нас на канале у вас сколько подписчиков у меня пока мало каналу год две с половиной тысячи это немало 2 за год 200 тысячи совсем совсем не вопрос какой планка хочется взять мне ну пойти ну так не сразу же конечно значит хорошо а вы как-то вот свои видео вас много видео на сегодняшний день порядка 60 с чем-то то есть по меркам больших каналов как у вас то есть немного я просто их люблю как сумасшедшие там по 100 штук в месяц это это другое у вас может быть каждое видео очень четко посвящена какой-то теме пришли меня так она вообще ни о чем-то птичка пролетела кустик там позеленел там у меня много такого тоже ну хорошо значит вы мне скинете да вскайп ваши координаты все чтобы я мог дать ваши ваши реквизиты веб-сайт тоже есть какой-то или только канал нет веб-сайта нет веб-сайта нет несколько вот канал есть почта для связь слушайте а вот вам на ваш канал вешают какие-нибудь страйки эффективные что вы там украли типа чужое видео или что вы ну что эти еще сделали были у вас страйки на сегодняшний день слава богу такого не было единственный момент негатива который недавно появился у меня момент какого плана а среди с моим переездом я появилась достаточно большой отрывок свободного времени большой промежуток такой вот когда просто но фактически толп большой и какое-то время назад ко мне очень много людей обращалась на предмет того что можешь ли ты мне помочь может ли ты нам помочь чем-то то есть встретить в аэропорту помочь подыскать жилье и так далее то есть я никогда не планировать этого бизнес сделать но тем не менее если вы раз в месяц поехали кого-то встретить это одно а если вам надо есть два раза в неделю то это уже становится работой тогда нужно же ставить вопрос это должно как-то оплачивать безусловно так и как только я об этом подумал и как бы разместил соответствующее видео что я могу это сделать могу этим помочь то есть я на себя готов был врач что я готов брал быть брать встречу в аэропорту искать жилье людей здесь филадельфии причем потому что здесь намного дешевле жилье чем в нью-йорке и помочь всем помочь всеми абсолютно советом пошло большое количество негатива на меня то есть что это бизнес что это там и так далее но опять же от чего это опять же от того что какие-то предшественники скажем так подмочили репутацию я думаю помимо этого помимо этого одно дело человек бескорыстно дает советы а другое дело вот он вот мне тоже самое говорят мне говорят что я вот не без нее не то что вот у меня там по зову сердца а вот я там студентов лохов развожу там школу заманиваю и так далее при том что мы каждого третьего отсеиваем на входе мы они тесты не могут сдать там простенькие и так далее то есть и мы не хотим расти нам не надо больше мы при всем при этом пойти люди смогут но не может же он просто так зачем же он это делал начало у него бизнес а вот он значит то есть это определенный уровень понимание жизни понимаете поэтому души прекрасные порывы они как бы сказать не всем понятны и я надеюсь что это проходит со временем то есть когда человек становится более самодостаточным и может хочется что-то такое сделать тоже и минут 7 минут ранее мы с вами как раз говорили что художника обидеть легко или тяжело да ну вот как раз таки если человек себя ощущает уже состоявшимся художником поэтому он более как бы стойко выносит вот этот вот негатив я вам скажу такую вещь если вы работаете у вас есть какая-то основная работа и вы должны там вечером и там где-то чем-то таким заниматься но вы вы можете назначить поставить какую-то там планку ценовую и есть масса людей которые в виде вас и доверяя вам скажет ну сколько стоит столько меня постоянно спрашивают а вот вы могли бы встретить в аэропорту сколько это стоит я я не могу но я встречаю иногда студентов я или там бывают люди которые мы в онлайне хорошо познакомились я могу поехать но в принципе сейчас довольно загружен я кого-то пошлю мы и денег за это не берем никогда я где-то своими расплачивать если кого-то пошлют ее своими расплачивать но как-то действует который с удовольствием бы заплатили у них нет проблем с этим с этим никаких я знаю женщина 1 во флориде где-то мы с ней общались я не помню там связи с чем у нее такая такса то ли 1000 долларов то ли полторы тысячи долларов и у нее все расписано вот она ведь я с вами поеду туда поеду сюда отвечу на какие-то вопросы в общей сложности проведу с вами столько-то часов и когда ты смотришь сколько там у нее часов там что-нибудь типа 20 долларов в час то есть не не безумно какие-то большие деньги там у меня человек платит 20 долларов в час у меня онлайновый класс люди платят 20 долларов в час там 25 вот и вот он платит сейчас в группе 80 человек эти деньги а тут с тобой индивидуально занимается человек который в машину посадил там туда отвез сюда отвез объяснил и так далее это это не большие деньги если ты уже живешь тут и ты измеряешь все американскими деньгами это смешные день если ты живешь и измеряешь тамошними деньгами так ты найми кого-то там кто с тобой одинаково понимает стоимость этих денег и пожалуйста пусть он тебя оттуда консультирует ну если ты хочешь и правильный момент как бы понимание расценок то есть понимание расценок на место на конкретном наиберхуд скажем так да поэтому если человек знает что он делает он понимает ценность того что он делает и и так далее то ну так он берет свои деньги там за это можно безки надо знать и значит приходит человек это вот мне там помогите резюме то я не могу даже с него деньги ведь я не хочу потому что если возьму столько сколько это стоит то мне даже неприлично поэтому мне проще например и ему так написать и я я не хочу даже связываться с этим делом так греет всегда очень хорошая отдача то есть когда видно не решно благодарные лица людей то в общем то все приобретает и становится на круги свое тут мы знаете человек приходит там один играет вот я ведь там в компании в одной была там практически вся компания это твои бывшие там студенты и там вот они там некоторые там тебя ругали я во что они не устроились нет это не устроились все они получают там по сто тысяч я глаза что же ругали говорит а вот говорят мы сами все вот мы сами на сто тысяч там устроить это же не миша наш на сто тысяч это отвел и я радуюсь дать анти ругали а я так приятно поэтому и гораздо хуже было поступали не работали там пиццу вывозили и ругали а так они по сто тысяч получают и и теперь они крутые теперь статус нужен статус но в данном случае они статусность свою как бы так понимают что вот они всего добились сами а то что это там это там это вообще это ну как бы российская привычка если не можешь подняться на все пусти других но дело не в этом но я все равно я обалдею что продукт есть скажем хорошие они люди или плохие я же их не делал не хорошими неплохими они пришли какие были вот но результат то есть правда 100000 а это полтора-два года работает а мне горшая сочиняю о чем не сочинять вот они ходят еще и недовольные не дадали я у нас есть живые души живые души которые очень неплохо себя чувствуют на сегодняшний день отучившись у вас с силиконовой долине тут еще понимаете историю я вам скажу так мы же не мы как учебное заведение абсолютно аномальный по американскому стандарту мы же не не берем деньги за отслушанный курс нам платят за то чтобы получить некий продукт в виде смены профессии уверенные смены профессии поэтому есть нечто чем можно пользоваться есть такой общак вот он тут стоит есть классы и их можно повторять за те же деньги бесплатно хоть до конца своих не можешь ходить есть записи там часов на 200 из всех классов можешь слушать из дома не выходя никуда есть чего еще есть я который резюме там делает подделывает может идти через десять лет эти сделали зима подправлю и она не требует ничего ты можешь например что-то у тебя не получилось английский был плохой ты пошел в магазин ты пошел на стройку ты пошел еще куда-то прошло три года ты возвращаешься и говоришь ребята я хочу добить будем заходи я не говорю тебе давай деньги ты уже заплатил давай работа-то не сделала давай то есть мы работаем до момента пока мы нужны и нужны мы или нет определяет сам человек если он пришел агать я хочу большим кем заходить это я хочу повторить многом заходи то есть наша задача по мне только нашел первую работу но остался там и развивался там и так далее вот мы как бы затяжки не то есть нет таких учебных заведений где ты можешь один раз заплатить и потом всю жизнь ходить там и повторять до таких нет это не потому что они учебное заведение берет деньги за прослушанный курс вот вы можете пойти в колледж и вот наташка ведь не рассказывала что вот он у неё сын там допустим вставал там учился закончил недавно она говорит вот если ты взял себе там какой-то предмет и там тест не сдал этом два раза тест не сдал тебя сбрасывают и ты отправляешься ну как бы все-таки а дропают из этого класса если хочешь его еще раз взять ты полную цену должен заплатить тебе не скажет но не но не сдал ну давай еще давай еще раз за те же деньги там повторяй такого нет нигде в природе такого нет это вот у нас так потому что мы не за классом и за за результат у нас результат не корочка который тебе выдали а результатом является работа которую ты получил ты можешь плохо учиться пред а может хорошо учиться это отдельный поэтому нас даже бессмысленно сравнивать с сити колледжем или там с еще кем-то или еще кем-то или еще кем-то почему мы совершенно по другому мы мы за результат поэтому же студенты есть поэтому они друг другу передают поэтому она как-то функционирует и люди которые здесь уже живут и которые понимают что такого вообще в природе нет они ценят не ценят люди которые приехали оттуда свеженькие американской жизни не нюхали им кажется что им все обязаны и что как бы вот им не додали постоянно им не додали вот а если непонятно где не додали то это вообще изощренная форма недодачи то есть мало того что не додали еще неизвестно где все-таки вот с моей позиции с моей как бы скажем так точки зрения я вот вижу идеального студента вашей школы все-таки когда он хотя бы год проживет сша не сразу самолета выходит к вам конечно но о чем речь или работал может быть в иностранной компании там у себя дома да то есть он по-другому себя видео совершенно и тогда вот у него нет такой манеры что пришел там и пошел всех обходить рукопожатиями своими народ пугать то есть не то что им как-то сложно но никто так не делает просто по другому по другому по-другому да конечно годик и с языком и он даже внешне по-другому выглядит если вот здесь год пожил поработал он выглядит по-другому он улыбается по-другому у него осанка другая когда сюда приехал я сутулы был у меня рост 186 и когда вот я был ну там дать в общественном транспорте там ездишь и там вот как-то вот тут головы вот они тут вот вот так ходит и и ты под них вот так уже у будет стоишь вот это вот вот а здесь я выпрямился я не я не заметил когда это произошло я только помню что мне всегда там говоришь а сутулы а сейчас хожу прямо как стрела не надо ни под кого вот это воду поэтому конечно адаптацию пройти прежде чем вот таким образом как бы дальше безусловно конечно конечно безусловно адаптация нас полностью меняет те какими мы приезжаем и какими становимся спустя какие-то годы это разные люди тут еще поймете вот допустим приехал человек там два года работал там не знаю в ресторане официант получил политическое убежище приехал к нам пахал как пчела у него было там может быть какое-то инженерное образование но незаконченное work and travel как-то он приехал все ну да но так а чего у него образование техническое он молодой английский хороший там пахал как пчела ну так что конечно он это не те истории которые возбуждают массы масса возбуждают истории женщина там допустим это мужчина там 54 года вообще там ни ухом ни рылом там где-то он там слесарем работал и вдруг пах и вот это передается вот это вот хорошо сейчас поговорим вот и значит вот эти сказочные истории вот вот мы недавно с гариком прорабом там понимаешь потом 33 года на печи лежал илья муромец и после этого пошел и всех расфигачил хотя казалось бы не должны были атрофироваться уже и мышцы и все на свете уже все все органы там не за что было остаться никаких вот вот где о чем говорить надо а то что он там ходил там качался работал там его мускулисты ну да конечно если ходить и работать и качаться и так и будешь мускулистом что за радость такая я проживя год в соединенных штатах очень четко понял одну фразу некий тайм всему свое время она очень очень подходит этой стране очень подходит каждому не спеши как бы да 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 но тут как я ее понимаю понимаю что у всего есть свое время у всего есть свой этап свое время и у каждого ну это это уже такая мысль сакраментальные такого философского очень даскать всему свое время там все должно дозреть там это надо надо там порыться в чем-то так в сознании какую-нибудь красивую там греческую какую вещичку подобрать или там чуть из римлян это очень очень тем не менее она очень подходит для иммигранта потому что не всем легко дается я это я только это да да конечно а сколько семей развалилась а сколько людей которые просто вырубились из жизни уже там он был кем-то и он как-то данных что он кто-то а здесь получается что делать сколько такого что женщина на себя взяла и потащила и зарабатывает а он вот был там главный энергетик там на заводе из трех табуреток и вот он и все и проходит какое-то время уже и и детей и дети от него отвернулись и жена другого нашла и так уж невозможно с таким очень ноет хоть очень-очень много очень много иммиграции не курорт нет ни курорт но она того стоит да наверное но он тоже так никому не мне-то грех жалуются чё там мы имели не мне через полтора года греха мне многие говорят что миша вот если ты не уехал ты бы ты бы и там тоже ты бы там был бы там не меньше там миллионером ты был может быть даже еще больше был там кем ты там еще я я никогда не стремился быть миллионер я я просто стремился жить в удовольствие если к этому еще какие-то деньги приходят еще что-то такое приходит еще я только рад я работал инженером там за 110 рублей в цкб министерство связь и я тоже был рад я каждый день ходил на работу с удовольствием я какие-то дизайны делал там цифровые и и был счастливейшим человеком на свете я родился счастливым я всю жизнь был счастливым и мне мне не нужно ничего такого не нужно денег для счастья или там канала на ютюбе и чтобы меня там все смотрели и говорили там хочу ребенка от фюрера нет но но если есть но причем приятно конечно вот поэтому у меня-то счеты с этим местом совсем другие не такие как у вас потому что я я тоже в стране ну скажем так которая нас специфически как бы вот так вот определяла как второй сорт и значит хотела нас вторым сортом и мы не второй сорт мы ни в одной стране не второй сорт поэтому как бы как сказать там есть проблемы серьезные с человеческим достоинством с унижением этого достоинства ставка в нем в грязь как бы сказать там человек как бы не ценности не представляет вот так скажем и общественные ценности не представляет не что такие ничто хотя я вот тут слушал одного он говорит вот ну там знаете с украинскими делами и он говорит вот за киев там когда значит брали киев там и страшная была баталия там когда днепр форсирует полтора миллиона человек там полегли караке в брали я думаю боже и он это показывает как какой-то я не знаю там ну так не должно быть полтора миллиона человек положить полтора миллиона жизни полтора миллиона человек может быть это можно было там не знаю сотни тысяч обойтись ну то есть это это же уму непостижимо понимает вот и ну а чё люди вот люди там они идут страна большая народ есть да к сожалению время не меняет наши страны ну вот я в этом смысле у меня большие претензии поэтому я не хочу сказать что здесь идеально я я как бы далек очень и я слава богу знаю много об этой стране помимо того что тут вот продукты или там магазина и все есть и там и так далее я много чего знаю такого что я бы поменял если бы была возможность такая но но разве можно сравнить поэтому я говорю всем так жизнь у нас одна из нее нужно взять максимум поэтому каждый для себя выбирается тут можно жить вообще философия жизни такая большая тема нам сверху дано нам сверху дано как мы должны прожить эту жизнь и мы должны вот как бы стараться понять что как нам это дано и как от нас ожидается его и это прожить эти мы мы не все-таки живем в таком мире где сверху нам что-то дается и нас и ведут нас и как бы сказать и и таланты раздают по способности делиться понимаете то есть люди люди которые делиться не в состоянии у них это им и мы не дают пойти и когда у тебя есть талант твоя обязанность делиться ты не можешь какой там схавать под одеялом то чтобы другие не увидели наш поэтому и ты сам реализуешься через отдачу тоже тебе для этого и далее я так понимаю в общем и в этом смысле надо по максимуму сам сам реализоваться надо по максимуму тех возможностей и тех талантов которые тебе дали и так далее известно что из психологии что самое страшное что может чеком произойти разрушительно все психикой это не самореализованность то есть не стать с тем кем ты мог стать и должен был стать это страшное дело да я еще люблю говорить что нужно оборачиваться назад и отчитываться перед собой за проделанную работу брать отрезок времени и нести отчет сам перед собой и совершенствоваться да так и каждый день каждую секунду каждую минуту знаете вот как стив джобс вам говорил да что вот даже веселый я боюсь сказать что это был он или или кто-то другой сказал вот вот живи этот день так как будто он последний в твоей жизни каждый день также конечно можно через год а можно каждый день как и есть хорошо давайте мы значит я смотрю может час беседуем начало давайте мы завершим я значит ребятам вас представил а вы тогда может меня своим и мы на этом наверно расстаемся но я не думаю что мы навсегда еще где-то там свидимся встретимся может я с удовольствием посещу калифорнию будем надеяться что это будет в ближайшее время и может быть с удовольствием пожму вашу руку давай этот прям на месте чай запишем хорошо а вы кстати такой вопрос напоследок вот у вас на канале с вашей спецификой вы чувствуете что вот с того момента как розыгрыш горька от лотереи произошел как-то так упала посещаемость и количестве прирост подписчиков нет я не чувствую потому что основная аудитория моя это и те люди не те счастливчики кто выигрывает линка это как раз те люди которые идут валить ну что же хорошо то есть вот такая более стабильная аудитория это неплохо хорошо что есть кто-то кто об этом говорит потому что вот со всей этой полу полу открытостью недоговоренностью там не поймешь чем там и так далее мистицизм какой-то там присутствует где вы не должно было бы быть совсем я думаю что это очень здорово поэтому у вас на самом деле две с половиной тысячи подписчиков за год что в общем то многие 500 не набирают за год поэтому это очень 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 неплохо хорошо благодарю вас давайте тогда мы с вами прощаемся да все добро до скорых встреч